итак здравствуйте дорогие друзья сегодня с четверг 12 января давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что европейская валюта преимущественно торговалась боковом канале да вынесли у нас продавцов ближе к американской сессии но затем торговлю вернулась назад в канал 755 07 22 и видим что сейчас все-таки на азии на ожиданиях того что все-таки спрос на рисковые активы сохранится после данных по инфляции в сша продолжаются покупки европейской валюты и нацелены мы уже на уровень 08 с перспективы выхода еще выше по британскому фунту произошла принципе аналогичная история как и днем ранее провалили фунт в первой половине дня потестировали 21 20 образовался у нас там хороший сигнал на покупку британского фунта я помню что все сделки я разбираю на сайте компании стафорик в разделе технические обзоры дополнительно на них ссылки будут в описании кому интересно переходить но пока не можем выбраться выше 21 75 и по всей видимости акцент будет сделан именно на этот уровень но прежде чем парить технической картине давайте посмотрим экономический календарь видим что в первой половине дня отчет от ецб и в принципе больше ничего у нас такого нету что могло бы повлиять на направление цены акцент конечно же будет у нас на индексе потребительских цен видим что прогнозируется годовой показатель на уровне 65 декабре против всем 1 и если это будет на самом деле так то разговоры на тему необходимости при остановке агрессивной политики федеральной резервной системы наберут новую силу а напомню что на этой неделе уже выступали у нас и представители фрс и сам паул выступал многие говорили о том что необходимо продолжать придерживаться агрессивной политики что ставки нужно держать на высоком уровне до момента пока инфляция не снизится к своему целевому значению 2 процента паул и в общем предпочел не касаться этой темы а больше говорил насчет необходимости не вмешательства по правительству и других политиков в действия федеральной резервной системы но видим что рынок раз настроен оптимистично разговоры о том что еврозоне и сша удастся избежать рецессии в этом году продолжают подстегивать к покупкам рисковых активов и видим что евро британский фунт также на этом фоне пользуется спрос поэтому если инфляция у нас замедляется в сша то конечно это повод для наращивания длинных позиций по евро по британскому фунту посмотрим что будет у нас и с базовым индексом видим что здесь также прогнозируется замедление до 5 и 7 процента годовых еще что если так то в принципе это хорошо для рынка недельные данные почему первичных заявок на получение пособия по безработице вряд ли показатель будет как-то сегодня влиять на направление американского доллара но все-таки ознакомиться с этими данными нужно теперь что касается технической картины есть у нас но 755 есть у нас и ниже средний скользящий поэтому в случае движения вниз евро сегодня в первой половине не формирование сложного пробоя будет предпочтительным сигналом на покупку в расчете на снижение инфляции в сша и на резкий рок 07 91 закрепление на этом диапазоне т сверху вниз дополнительный сигнал по наращиванию длинных позиций и идем на 08 20 08 53 я думаю если инфляция в сша снизится то как бы эти уровни не будут проблемой для быков вплоть даже до обновления 08 94 где буду смотреть продажи сразу на оскок если инфляция разочаровывает не совпадает с прогнозами экономистов в части медленного снизу более медленного снижения то ложный пробой 07 91 ложный пробой 08 20 сигналы на продажу ну а возврат под уровень 07 55 тестово снизу вверх может привести более крупному движению евро вниз уже в район 07 22 и 06 87 на более активное падение евро доллара я бы рассчитывал только в случае если инфляция не продемонстрирует существенных изменений и останется на текущем высоком уровне что будет поводом фрс дальше удерживать процентные ставки достаточно высоко тогда 06 86 06 53 думаю будет вполне достижимый уровень 06 53 посмотрю покупки сразу наскок как и при первом тесте от 06 87 в расчете на 25 30 пунктов по британскому фунту в принципе тут ситуация аналогично есть у нас 21 75 на этот диапазон советую и сделать акцент если мы выбираемся выше в первой половине дня ты сверху вниз сигнал на покупку ну и будем ждать инфляцию и рывок фунта на 22 34 с перспективой 23 01 где посмотрю перед первом тесте продажи на отскок с коррекцией 35 40 пунктов продаваться 22 34 будут только на ложном пробой как и на ложном пробой 21 75 до выхода данных по инфляции сша так как все-таки этот показатель может привести к серьезному всплеску волатильности если мы снижаемся сегодня в первой половине ложный пробой на 21 15 сигнал на покупку видим что коррекция пока сохраняется но все это рисует нам бычью картину продолжение роста фунта поэтому покупки на ложном пробой 20 на 15 будет предпочтительно если фунт обваливается ниже идем на 20 61 после слабых данных по инфляциям в сша то здесь покупки на ложном пробой либо покупки насколько 20 8 с движением в 35 40 пунктов внутри дня всем удачи